20 минут о красивой жизни, модных явлениях и увлеченных людях. Это Beauty Time на 31. Всем здравствуйте! Йога существует не одно тысячелетие, но популярность этого духовного направления сегодня рождает всевозможные интерпретации на тему йоги. Одно из них — йога в гамаках или аэро-йога. О том, как проходят занятия, смотрите прямо сейчас. Йога в гамаках или аэро-йога — это современная клубная интерпретация древнейшей духовной практики. Многофункциональная тренировка, которая обеспечивает и тонус, и релаксацию. Его изобрел американец-хореограф, который именно адаптировал под гамаки стандартную хатха-йогу. Что удивительно, что именно гамак дает декомпрессию позвоночника и декомпрессию суставов, которую труднее добиться, когда ты работаешь на коврике. Определенные травмы суставные, травмы плеча, травмы таза, перелома в гамаке гораздо быстрее восстановительный период идет. Напряженный позвоночник, который сейчас — это бич нашей цивилизации, бич сидящих людей, едущих за рулем. То есть трудно представить себе, как на коврике можно сделать такую подобную декомпрессию позвоночника. Из чего здесь гамак у нас состоит из самого гамака, который достаточно расширяется, имеет заглушечки. И у нас комплекты ручек. Длинные ручки и короткие. То есть везде мы себя можем зафиксировать, поджать. Чем-то эта конструкция напоминает популярные сегодня стропы TRX. А это значит, что здесь можно проводить и силовые тренировки. Можно, конечно, в гамаке работать и в силовой манере, и в релаксационной. Мы адаптируем полностью практику под человека, который приходит. То есть если человек подходит достаточно подготовленный, которому хочется силовые, хочется проработать мышцы, то можно подобрать, сконструировать занятия именно вот так. Передать тонус всем мышцам. Если человек вообще не имеет никакой подготовки и приходит, у меня есть не один человек, который пришел и не занимался вообще ничем. И никогда не занимался йогой, более того, не занимался фитнесом. Есть люди очень разновозрастные. После 60 лет есть школьники. Все мы находим общий язык, и все находят общий язык с гамаком. А еще эти занятия очень забавные. Парение в воздухе приводит в настоящий восторг. Всех ждем. Хорошо. Взялись за них. И спокойно скользнули вперед. Да, 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 не боимся, спокойно скользим вперед, держимся, руками держим. Это и есть вот это удивительное, волшебное еще качество аэро-юги, когда человек прощается со своими страхами и начинает видеть какие-то ситуации вверх тормашками, с другой стороны, более позитивно испытывает какую-то детскую радость. То есть все мы, когда были маленькими детьми, кувыркались, летали на качелях, и нам не было страшно, мы не думали. И здесь ты рано или поздно приходишь к этой радости. То есть для людей, у кого слабый вестибулярный аппарат, у кого тошнота бывает, но уходит чуть дольше, но зато и эффект будет стабильный. Эти гамаки выдерживают вес до 200 килограмм. Это также расширяет целевую аудиторию для занятий аэро-йогой. Можно сказать, что это направление занимает особое место и в йога-практике, и в фитнес-индустрии, поскольку интересным оказывается и для продвинутых, и совсем не спортивных, вызывая такие положительные эмоции, которые граничат с восторгом. Спасибо всем! Ювелирное мастерство сегодня – это, конечно же, применение высоких технологий, но неизменным на протяжении веков является использование в работе натуральных минералов, драгоценных и полудрагоценных камней. О том, как они вписываются в современный дизайн, смотрите прямо сейчас. Ювелирные тенденции не так изменчивы, как мода в целом, но все же и они зеркально отражают настроение времени. В век высоких технологий и синтезированных материалов особую ценность обретает все натуральное. Много сейчас представлено на рынке искусственно выращенных и синтезированных камней. Мы решили отличиться. У нас натуральные камни в золоте, в серебре также натуральные камни в золоте, более редкие экземпляры, в серебре даже есть необработанные совершенно камни. У нас на каждое изделие имеется сертификат. С сертификатом подтверждено и месторождение, и характеристики всех камней в заключении гемолога. Это черный опал, камень магия. Это очень редкий камень, его в золоте ты очень редко встретишь в серебре, тем более. Здесь очень интересные серьги, видите, они асимметричны, они разные совершенно. Единственное, что одинаковые камни, черные опалы. Называется этот комплект серьги и браслет струны космической любви. Ювелирное искусство тесно связано с традициями, одна из которых носить обручальные кольца, на чем, кстати, совсем не принято экономить. Есть обручальные кольца, но они тоже эксклюзивные, они тоже авторские. Сейчас хотят чего-то необычного, чего-то интересного. Обручальные кольца с разными видами металлов, допустим, красное золото, лимонное золото, белое золото. Хотят каких-то интересных решений дизайнов, авторскую работу, какие-то необычные вещи. Не хотят уже одинакового, как у всех, хотят что-то нового, хотят отличаться. Девушки покупают с бриллиантами обручальное кольцо, мужчины точно такое же, только без бриллиантов. Что же касается именно тенденций ювелирной моды, сегодня в профессиональных кругах все чаще обсуждают такие минералы, как танзанит, спесартин и турмалин параиба. Турмалин параиба – очень редкий красивый камень, он найден в окрестностях параибы. А танзанит, его носила Эльзабет Тейлор. Это камень богатых людей, считается, если он крупный, свыше пяти карат. Он такого веселькового цвета, синий, фиолетового, он в Танзании добывается, и сейчас уже как бы месторождения истощаются, и очень мало осталось. Он ценится весь, но крупные камни свыше пяти карат ценятся очень высоко. Кстати, изменению за последние годы подвергается и ювелирный этикет. Благодаря тенденции сочетать несочетаемое, сегодня позволительно носить драгоценности буквально каждый день. Вот вы проснулись с утра, мы видели свои украшения, и под настроение, что вам захочется, что вот прямо на вас смотрят, прямо этот камень, он вас выберет с утра. И пользуйтесь этим каждый день, живите сегодня, сейчас. Традиции ювелирного мастерства в современной подаче. Авторские украшения из золота и серебра. Эксклюзивные обручальные кольца. Дизайнерские работы только с натуральными камнями. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Город Челябинск. Цвилинга 44. Пошелушишь колосочек, очистишь пшеничку и скушаешь. Сразу чувствуется запах хлеба. Без соли, без ничего. Но приятно. Вот эта легкая белая мука. Мягкая-мягкая. Макфа. Основа творчества. Дорогие друзья, я прилечу в Челябинск 5 марта и выступлю у вас с новой программой иконы моды и стиля 20 и 21 века. До встречи в Челябинске 5 марта. Вы смотрите программу «Бьюти Тайм». Продолжаем выпуск. Интервью в Челябинске. Добрый день, Саша. Она не выпускает телефона из рук. Все время что-нибудь снимает и тут же публикует. Популярный блогер, издатель журнала, автор книг рецептов и владелица гастрономической школы Вероника Белоцерковская приехала в Челябинск в рамках рекламного тура по городам России. Я соглашаюсь, конечно, на рекламу, потому что, буду честно, платят мне за это избыточно. И было бы нелепо отказываться, но, тем не менее, на рекламу каких-то определенных продуктов я никогда не соглашусь, потому что у меня есть какое-то интуитивное чувство, что... Ну, во-первых, врать нельзя, потому что, ну, можно обмануть, не знаю, там, 10 человек, 100 человек, но когда у тебя уже определенное количество подписчиков, все-таки они понимают, когда ты врешь, когда ты не врешь. В моем возрасте, мне кажется, уже поздно от чего-то избавляться, но, наверное, от излишней энергичности, импульсивности и категоричности в суждениях. Слишком много, наверное, каких-то эмоций и впечатлений, которые я, скорее всего, не успела перерабатывать, и в моей жизни получается такой сплошной хаос. Есть определенный, конечно, порог комфорта популярности, потому что, ну, ни для кого он для нас не секрет, что, наверное, 10% населения, они не совсем адекватные, и все-таки, когда тебя, не знаю, там читают 600 тысяч человек, то надо все-таки отдавать, что 60 тысяч из них будут на тебя реагировать определенным образом. Слушайте, врать не буду. У меня есть персональные хейтерские форумы, на которые я себе уже лет 5 запретила ходить, потому что после них прям реально болеешь. Но, тем не менее, количество людей, которые там неблагодарны за мои рецепты, за какое-то видение мира и вот эту вот какую-то такую дико приятную настоящую благодарность, оно, конечно, искупает абсолютно все вот эти, ну, скажем так, болезненные побочные эффекты. Не существует такой словесной конструкции, которую я бы не слышала. И, слушайте, на самом деле же понятно, что люди в социальных сетях, они говорят себе о себе. То есть это, то есть, читая любой комментарий, ты понимаешь, что это просто проекция конкретного человека и не больше. То есть к тебе это не имеет вообще никакого отношения. Ну, я научилась уже путешествовать с одним чемоданом, раньше это было три, потом два, сейчас один, и мне, в принципе, не доставляет никакого дискомфорта. Я ничем не жертвую, у меня уже какая-то такая эргономика, то есть у меня есть определенный, наверное, какой-то, скажем так, ряд вещей, которые ждут, когда, наконец-то, я их отвезу им прогулять, что-то им показать. Но принарядиться – это вообще важно, не только в путешествиях. Я очень сожалею о том, что у меня очень мало времени ходить к косметологу, потому что, конечно, это отражается и на лице, и так далее. Но я в этом смысле немножко, наверное, не женщина, я постоянно сижу в каких-то таких своих внутренних переживаниях, поэтому, наверное, для меня это не очень важно. И свою какую-то, ну, назовем это тёлочью ликвидность я оцениваю достаточно адекватно, но в личной жизни мне это совершенно не мешает. Задницу я наитаю моментально, сейчас я, например, плюс 6 килограмм, совершенно не понимаю, как с этим бороться, потому что скоро Новый год и так далее. Но, как все нормальные женщины, наверное, в начале марта я начну думать о том, что, 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 что же, что же, что же, что же. Слушайте, врать не буду. Лучший способ для меня похудеть – это мне жрать после шести. И всё. Другого не существует. Сложно первые три дня, а потом ты прямо начинаешь получать удовольствие, потому что ты просыпаешься, сиди голодный, и как-то это удивительным образом тебя очень стимулирует к правильному питанию. Я люблю ярких людей, но для меня, конечно, очень важны такие качества, наверное, как порядочность, в неком смысле преданность, чистоплотность и так далее. То есть ничего такого нового, я им сейчас не скажу, наверное, тоже, что для всех. И если я сталкиваюсь с какими-то яркими проявлениями этих качеств, я как-то научилась безболезненно такие вещи, ну, не знаю, там, от себя отрезать. Перелёты ненавижу, так как я аэрофоб, но, собственно говоря, любопытство, оно побеждает всё. То есть я бы никогда в жизни не поехала в Челябинск, если бы мне не было, и вообще бы не вписалась в этот проект, если бы не любопытство. Потому что я себе отдавала отчёт, что, ну, собственно говоря, лет не мало, и когда я ещё тут окажусь. Какая самая вкусная страна? Франция? Нет, Италия. Ну, я поклонник монопродуктов, конечно, и в этом смысле итальянцы, они настолько… То есть там такая очень предсвеченная ситуация, то есть ты отъезжаешь 100 километров, и там уже другая еда других мам, там другие теруарные продукты. И итальянцы любят еду, еда любит итальянцы. Всё-таки французская кухня, она построена больше на, наверное, всё-таки искусстве приготовления, на каких-то технологических процессах. Итальянцы, они всё-таки про именно сам продукт. Не меняются вкусы детства, меняются, конечно, остаются какие-то паттерны, которые прошиваются на всю жизнь. Для меня это, не знаю, там солнце, море, сидящая шумная семья за столом. У меня вся бабушкина семья из Одессы, этим всё сказано, там всё крутится. Они такие же точно, как итальянцы, поэтому итальянцев люблю, это всё крутится вокруг еды и сплетен на соседях. Такая роза, как разросла красивая над этим, и, ну, всё то, что я имею сейчас, у меня дом на море, у меня точно такие же розы, у меня терраса, друзья. И, ну, скажем так, новая жизнь, которой я очень довольна. Это Beauty Time, программа о том, что делает жизнь красивой, а самочувствие отличным. Продолжаем выпуск. Одна из тенденций современной медицины – это профилактика. Отказ от уколов и таблеток и замена их различного рода профилактическими методами, в числе которых массаж и остеопатия. На последнем остановимся подробнее. О том, как это работает, рассказывает специалист по остеопатическим техникам Иван Иванович Олейник. Воздействие идёт на фасциальную ткань в организме человека, воздействие идёт на, если работать, например, с головой, это твёрдая мозговая оболочка, мягкая мозговая оболочка, это спинномозговая жидкость. Идёт полное расслабление, снимается напряжение, и сам организм начинает себя потихонечку заново восстанавливать, приходит в тот же ритм движения, который задуман природой. Волевания лечатся практически все. Это межпозвоночные грыжи, протрузии, это хондрозы, ну и дальше уже начинаются артрозы, заболевания работы само сердце, кровеносной системы. Это и лечебная мера, и профилактическая. Её можно применять и в лечении, и в профилактике. Кстати, остеопатические техники сегодня рассматриваются как часть программы по коррекции фигуры, а также актуальная для жителей мегаполиса детокстерапия. На протяжении всей своей жизни нужно за своим телом ухаживать. Влияет на обмен веществ обязательно, потому что обмен веществ зависит от того, как работают ваши внутренние органы. Например, нарушение идёт какого-то работы органа, или это желудок, или это печень, или это кишечник, приносит свои результаты потом плачевные. Если они работают на 100%, соответственно, обмен веществ будет 100%, и будут усваиваться все витамины, микроэлементы. К специалисту по остеопатии пациенты попадают после приёма терапевта. При необходимости назначают анализы и диагностические мероприятия. Камзол. Первый в Челябинске комиссионный магазин брендовых ювелирных украшений, предметов роскоши, антиквариата и аксессуаров. Приём на комиссию и продажа. Запись на индивидуальный визит. 223-43-63. Администрация города Челябинска и имидж-клуб Светлана приглашают. 26 марта в оперный театр на 20-й фестиваль моды «Платье города». В программе. Дефиле VIP-персон. Коллекции лучших дизайнеров, а также гости фестиваля. Зухра Солохуддин и Сергей Сысоев. Город Москва. Не пропусти главное модное событие. Билеты в городских зрелищных кассах. 13 марта с единственным концертом в Челябинске выступит знаменитый музыкант, искусствовед, педагог и просветитель Михаил Казиник. В программе «Я обнимаю вас музыкой» принимают участие Татьяна Тутынина, виолончель, Вячеслав Зубков, фортепиано, Борис Казиник, скрипка. Концерт состоится в учебном театре Института культуры. Билеты в кассах города. Все сюжеты «Бьюти Тайм», новости и анонсы модных событий на сайте bt31tv.ru, на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу «Бьюти Тайм», нижнее подчеркивание «ТВ». А на этом выпуск завершен. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова